В детско-художественной школе открылась седьмая персональная выставка преподавателя Леонова и Жанны, приуроченная к юбилею автора. В выставке участвовали лучшие работы, созданные за 20 лет творческого пути. На выставке представлены работы, раскрывающие творчество художника и педагога. С первого взгляда оригинальные коллажи амурской художницы кажутся нарисованными. Только вглядевшись в четкость линий, можно понять, что она составляет коллаж из огромного количества мелких деталей. Вообще, вот эту технику коллажа мы, конечно, изучали еще студентами. Мы пробовали там, что-то у нас там получалось, не получалось. Но потом, когда ты выходишь в жизнь самостоятельно, ищешь свой новый творческий путь, ты пробуешь, конечно, разные техники, но какие к тебе ближе по темпераменту, по характеру. И кроме своих акварелей, я вдруг поняла, что меня интересует именно вот эта вот техника, потому что я, наверное, ближе к какой-то декоративной деятельности. То, что можно как-то вот пощупать, почувствовать. И первые у меня были, конечно, пробные коллажи. А потом вот эта моя любовь вот ко всему женскому прекрасному, она меня направила сразу на вот эту большую тему, все, что посвящено женщине и любви. И вот так вот из года в год у меня рождались новые коллажи. Первые они были такие очень скромные, потому что это все делается из бумаги, из старых журналов, вырезок. А постепенно, вот все знают мое увлечение коллажами, стали друзья, знакомые, привозить просто тоннами эти всякие журналы, которые есть у всех. И материала сейчас очень много богатого. Но я не скажу, что мне стало легче работать, потому что все-таки создать картину из маленьких кусочков – это не фотошоп. Если мне нужна какая-то там рука или нога, а размер не соответствует, я ее могу 500 видов найти, но они ни одна не будут подходить. И я ее не смогу ни уменьшить, ни увеличить, ни покрасить в тот цвет, который мне нужно. То есть это, если я нашла какую-то готовую маленькую детальку, это удача. Вообще это все создается из маленьких-маленьких кусочков. Нету ни одного целого какого-то момента вот в каждой картине. Если рассматривать, то, конечно, это трудно. И поэтому картины рождаются очень долго. Ну вот моя последняя картина «Притяжение», она вот создавалась два года. В своих работах художница создает новый мир, где сочетается красота и гармония. Этот мир построен на свободной игре ассоциаций. Художник интересуется деталями, необычными образами, привычками, личными ощущениями. Так и последняя картина «Притяжение» полностью стала отражением личных переживаний автора. «Притяжение» – ну, это вещь такая кармическая. У каждого человека в жизни случаются люди, которые имеют очень большое значение в жизни. Чаще всего это друзья, возлюбленные, учителя. Иногда тоже, наверное, у многих людей бывает такое, что ты встречаешь человека, но ощущение, что ты знаешь его всю жизнь. Откуда ты знаешь, откуда это записано в подсознании, все это чувствуется. Еще тяга к каким-то предметам или вещам, или стилям. У меня тяга ко всему такому красивому, дворцовому, прекрасному. Поэтому и в этой жизни я тяготею к этому. Хотя жизнь, конечно, она может быть не такая яркая. Но я пытаюсь ее сделать такой яркой и красивой для себя, для друзей, для семьи. Открытие выставки были гости из музыкальной школы, которые подготовили небольшую концертную программу. Кроме большой серии коллажей и акварелей, на выставке представлены работы учеников Жанны Владимировны. Данная выставка – это своего рода творческий отчет за разные периоды творческого пути художника. Эти две работы, вот «Русанка» и «Сдоба», это вот моя первая выставка, которая сделана, выставка была в 99-м году, первые были работы. Ну а потом уже, вот эта, вот эта, вот эта работа «Калаш» матери называется, она делалась ко дню победы. Потому что если ее рассмотреть, там, беременные женщины, ну они вот без лица, да, потому что беременная, ну любая женщина становится. А то, что вот у них в животике, это, конечно, мама, она рождает ребенка, она не знает, кем он станет. В данном случае Гитлером или Сталином, да. И все равно для каждой матери свой ребенок, он важен, нужен и любим. Творческую деятельность Леоненко Жанна успешно совмещает с активной педагогической практикой. Данная выставка продолжит свою работу до конца сентября.